Да, за сколько часа? На 3 часа. Да, смотри, сейчас упадёшь под ноги, смотри. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Это мы ездили гулять в парк. Рядом с нашей дачей находится парк Ягум. И вот мы взяли Диму, дедушка, я, и мы поехали. После парка мы заехали посмотреть, что у нас на даче. А на даче снега мама не горюет. Диму, конечно, не забрать отсюда. Мы ещё на горках катались здесь. Но всё равно немножко погуляли. У нас здесь ресторан даже открылся. Ну, кафе, такой бар цены, конечно, бешеные. Диме очень понравилось гулять здесь. Там ещё был вездеход. Он здесь залез, не хотел слазить. Короче, мы его уговорили, что надо ехать на дачу. Он думал, что мы там и останемся. Но, увы, вот мы приехали на дачу. Сейчас покажу. Давай сюда это, мам. А! Я подвернусь, и там ворота будете пройдём. Не надо, не надо, мы здесь. Сейчас. О! Как всё, вроде теплица стоит. Ну, с крыши съезжает, сосульки даже, дровишки вообще. Ну, как бы снега, да. По половину забора. Чё там ещё? Да, чистить много надо. Ой. По калитку прям. Сколько снега на дачке. В мангальной как-то не зашло снега в мангальную. Теплица вроде стоит. С крыши бани съезжает снег. Приехал Дима на дачу. Ага, а перчаток нету, да? Ага. Всё, пошли садиться. Нет, я ещё не поехала. Показать, баба. Показать, ну пошли покажу. Мои дорогие, сейчас я хочу показать вам покупочки, или как это сказать, в общем, с Валбериса. Вот заказала ещё две футболки. Скоро же весна. Да и вообще футболки зимой я одеваю под свитер или под костюмы спортивные. Всегда такие маечки. Вот две маечки, оба 56 размера. В среднем они где-то 300 с чем-то рублей. Подорожали, да. Вот эта очень длинная. Она в рубчик, но она такая, знаете, мелкий-мелкий. Вот эта вот как лапшичка. Вот. А здесь нет. Здесь вот как футболочки, знаете. И эта длиннее. Но для меня она не страшна. Она постирается. И у меня же сушильная машина. Она может сесть. Да и она не страшна мне, что будет длинная. Я её же не ношу там под костюм. Всё равно заправляется или что. Я заказываю такие. У меня разные. До этого я ещё брала вот такие. Но это 54 размер, мои дорогие. Светленькую. Тоже около 300 рублей. И коричневенькая. Коричневенькая за 300, по-моему, рублей. Вот. Очень мне нравятся эти маечки. Это тоже как бы вот из такой ткани, как вот эта. А это из такой ткани, как вот майки обыкновенные мужские, как вот эта вот. Но они все хорошо смотрятся. Я очень обожаю их. Одевать под свитер. Если я даже как подружками прихожу, свитер жарко сняла. И не стыдно раздеться. У меня много этих, потому что... Сейчас покажу. Не буду показывать себя. Так, вот где-то здесь. Подождите, где это? Вот, видите? Это брызги белизны. Вот. Ну, есть где-то еще... Вот, видите? Они как бы домашние, но их тоже дома так зачем ходить все. Это пойдет на дачу. Вот, знаете, там в огороде копаешь, там все. Сверху у тебя же еще кофта, все поддеваться. А потом на тряпочке этот рикотаж хороший. Вот у меня их много таких. Я их ношу. Сейчас еще покажу. У меня в одной тоже такая же беда. Моя любимка. Конечно, сюда можно было нашить какую-то аппликацию. Все, но она как-то на животе и как-то посередине. Ну, это ладно. На дачу пойдет нормально. Вот, видите, это белизна. Если я только не одела фартук, я хрюндлик, хрюндлик, хрюндликович. Я у Оксаночки всегда спрошу. Оксаночка, ну, научи, ну, как ты? Вот ты готовишь и все. Ты всегда... Вот это она говорит. Говорит, да у меня как-то нету это... Я как-то, наверное, я, говорит, выше стола. Не знаю. У меня я... Если я не одела фартук, все, я здравствуй, хрюндлик. Я тут свинюшка. Поэтому это для меня. Ну, и, конечно, вот штанишки такие. Не знаю. Поделитесь, кто в чем дома ходит. Может, кто знает хороший магазин, домашние одежды. Буду признательна. И я... Кто-то мне писал, там, Эла, ты же говорила, что ты в носках ходишь. Если в носках... Я только помыла пол, я хожу в носках. А так я хожу всегда... Вот я еще не одела, потому что я не помазала ноги, пятки я мажу всегда. Я вышла с душа. И одеваю носочки. И хожу в носочках. И поэтому в основном стараюсь ходить в носках. А когда уже это... Ну, в шлепках хожу, конечно. Потому что я все чувствую, что под ноги попадает что-то. Дальше, мои дорогие. Так, соль, мои дорогие. Это соль. Это специально соль для посудомоя. Заказываю на Валбересе или Озон, где подешевле. Здесь 5 килограмм. Здесь соль заказываю в таблетках. В таблетках сейчас покажу, каких. Вот, пересыпаю сюда. И 2-3 таблетки добавляю. Это особенно касается тех, у кого жесткая вода. Вот прям сюда, это у меня для стирки, сюда порошок добавляю. Если белое, стираю соль и нашатырный спирт. Кто-то мне говорил, говорит, и хамбец придет в твоей машинке. Ну, посмотрим. Мне нравится, как стирается белье. Порошок, таблетки, соль. У меня не было этого. Сейчас получила я вот эти, добавляла 2 ложки. Почему я покупаю и такую, и такую? Когда добавляешь в посудомойку вот такую таблетированную, посудомойка может не показывать, что там есть соль. Все равно приходится досыпать вот такую. Килограмм вот такой соли, вот, даже вот этот, около 300, полтора килограмма, около 300 рублей что-то стоило. А здесь 5 литров. Ну, 5 килограмм больше. Поэтому я стараюсь вот так покупать. Раньше я вообще покупала 25 килограмм. Помните, я показывала, что вот такой вот соли, мозырь, она 400 рублей, по-моему, стоила 25 килограмм. Но хранить ее негде, у кого маленькая там. Поэтому стираю я таблетки, порошок. Если надо, то нашатырные. Если не нашатырные, если мне надо что-то продезинфицировать, хлоргексидин, я все добавляю. Кто смотрел мое предпоследие, наверное, видео 3 или 4, было на Ютубе. Сейчас, наверное, будет сначала опять выходить на Дзене, а потом, ну, потому что, потому что. Белье, мне кажется, и мягче, и лучше. Вот. Поэтому, кто хочет, попробуйте. Кто не хочет, попробуйте. Можно сразу не заказывать. Можно у кого-нибудь взять на пробу, если вам понравится соль. Солью. И будете пользоваться. Я сразу вот эту соль пересыпаю вот сюда. У меня эта коробка. И все нормально. Но имейте в виду, порошок, особенно для автомат Низя, хранить открытым. Потому что там что-то вылетает пеногаситель или что. Потом, в общем, не так работает хорошо порошок. Что-то типа такого. Короче. Нет. Ну, это дело ваше. Я просто сказала, а вы там как хотите. Не обязательно делать так, как я говорю, добавлять соль. Я просто рассказываю, как я делаю. Как я делаю. Если есть, только если действительно есть мастера машинок стиральных, они подскажут. Не знаю. Стираю уже давно. И я всегда, вы знаете, что вот сколько я на Ютубе уже сколько? 7-8 лет. Я все экспериментирую. Полотенце я давным-давно стирала с солью, с простой даже. Ну, с этой лучшим. Еще когда у меня не было сушильной машины. Конечно, если сушильная машина, то это, ну, обалденно. Сушильная машина – это вещь. Все мягенькое, все это. Дальше. Джуд заказала на Валбересе. Ну, кто мои сидят в Телеграме со мной, они уже знают. Я уже показывала, что я делаю вот такие вот подставочки под горячее. И вот это вот шестерка. Это даже не восьмерка, это шестерка. И я показывала, какое лучше. Здесь я делала на пробковой основе, оно гнется, да. Вот я придумала, что вот такие вот покупаю на Валбересе. Вот. И вот эти будут прилеплять. Ну, вот смотрите. Мои сказали, что вот эти вот лучше, тоньше, чем вот эти толстые. Может быть. 20 килограмм я... Ой, 20 метров я покупала. 200 с чем-то рублей, по-моему. Вот это лучше. Но оно еще, видите, как отделяется цветами. Почему? Здесь я уже пользуюсь. Горячее стояло, и оно цвет такой золотистый прибывает. Вот этот тоже будет золотистый цвет. Поэтому смотрите сами. В общем, надо все равно шестерку заказывать. Шестерка лучше, мне кажется. Поэтому это тоже вроде бы ничего, но как бы, как бы. Так что, имейте ввиду. Девочки моей молодости знают, что была раньше, в наши 70-е, 80-е года. Машинка, помните, была? Ну, у кого Людка автомат, у кого Светка автомат. У меня была Элка автомат. Ну, а сейчас я купила мини Элку автомат. Вот знаете, хорошо ездить в отпуск, когда едешь. И носочки простирнуть, и так, если какие пятнышки. Но я думала, она силиконовая будет, а она пластиковая. Здесь даже положили крючок, на что вешать. Девочки, еще не пробовала, но попробую. А вдруг, вот иногда что-то надо. Это пластик, 100 рублей стоило. Вот такая Элка автомат. Помните, раньше была такая деревянная. Вот, смотрите. Вот так взяли, намочили и вот так. Раньше была такая в тазик, ставилась. А теперь вот такая мини. И специальный крючочек, чтобы подвешивать. Крючки эти хорошие, вообще отменные. Так что как-то вот так. Дальше. А дальше, мои дорогие. А дальше же знаете, что скоро весна. Весна, весна. Не знаю как кто, но я к весне всегда запасаюсь спиртом. Потому что дача начинается. Начинаем ездить. Мне нужен спирт. Не знаю как вам. Вот, но мне нужен спирт. На весну особенно. А зачем спирт? Конечно для этого дела. А как же вы думали? Я же кто? Мотиватор. Эллочка. Вот, смотрите как упакован вообще. Такую еще коробку. Так. И вот. 5 литров спирта, я думаю, мне на весну хватит. Одной. Одной. Из-за приловый спирт. 5 литров. 900 рублей, по-моему, стоил. Вот. Ну и как вы думаете? Хватит мне 5 литров? Как вы думаете? 5 литров хватит? Вам бы хватило 5 литров? На весну? Не знаю. Спирт, мои дорогие, очень хорошая вещь. Он, знаете, незаменим. Я добавляю. И когда инструменты постерилизовать, там, обстрекла ногти, побрызгала спиртом. Окна мыть очень хорошо. Поверхность, допустим, рыбу или мясо я там разделывала. Все протереть, побрызгала. Все. Продукты, когда прихожу с магазина, сетки полностью все. Ручки у себя дома на дверях. Так всегда хорошо это самое. Поэтому я думаю, на весну мне хватит. Но хотя мне, тогда мне 5 литров хватило почти на 2 года. Где-то ж я что, разбавляю? Еще я добавляю стеклоочиститель. Вот у меня замерз. Я покупала стеклоочиститель. Стеклоочиститель. Ой, стекло. Ну да, который в машину к себе. А он замерз. Он замерз. И мне пришлось добавлять спирт. Но у меня был спирт тот не этот из Априловы. Из Априловы. Ни в коем случае его нельзя употреблять. Некоторые найдутся, конечно. Вот. И поэтому я покупала руки брызгать. Окна мыть. Всякие. Вот добавляла в это. Добавлять, если надо, в машину. Если замерзла, это... Как ее? Есть же не замерзайка. Вот стеклоочиститель в машину. Поэтому очень много для чего в быту нужен спирт. Я вообще, я без спирта уже не представляю. Где-то какую-то там... Бывает даже краску развести надо. Обезжирить что-то надо. В общем, спирт из Априловы. 900 рублей 5 литров. Я считаю, это недорого. Поэтому кому надо, Озон, Валберис, помощь вам. Так что, так что. 5 литров. Еще мне идет на шатырного спирта 5 литров. Я все люблю покупать в 5-литровках. Оно дешевле выходит. А на шатырный спирт сейчас на дачу надо будет. Где-то что-то обрызгивать. Это азот. И дома он нужен. Я когда стираю, добавляю. Короче, это незаменимая вещь. Ну, для меня опять-таки. Так, давайте добавлю сюда еще покупочки. Мои яблоки мы всегда покупаем. Хоть там еще есть, но все равно. Как бы надо. Яблочки в пятерочки зашла. Конфеты. Любимый Дмитрий Анатольевич. Вообще и Богдан у нас любит. Ну, и я, конечно. Так, и взяла селедку. Это у нас завтра будет картошечка жареная. Селедочка сюда. Лучку синего покрошу. И будет у нас такой ужин. Ужин для лентяев. Когда не хочешь ничего делать. Это счастье еще то. Фикс прайс. Без полотенец. Ну, мне кажется, сейчас нет ни одной семьи. Бумажных я имею ввиду. Порой надо. У меня всегда висят вот здесь. Вот, знаете, что-то вытереть. Вот, например, накрывала. Да? Это такая шапочка у меня. Чтобы воздух проходил. Вот, раз. Красивенько. Так, дальше пошли. Так что полотенца всегда надо. Но лишних... Полотенца много не бывает. Вот, надо стараться брать только, когда подешевле. Здесь один рулон, 360 отрывов. Выбирай размер сам. Ну, здесь отрывается. Так. Это, кстати, фикс прайс. Ну, заехала, конечно же, планету здоровья. Сульфацильчик этому же глаза капает. И глюкофаж его. Тысяча. Сахар. Так. Беру уже не первую. Вот именно такой день-ночь. Универсальный крем для лица. Фикс прайс. Мне нравится гиалуроновая кислота и этот, гиалуроновая кислота и коллаген. День-ночь. Утром мне нравится мазать. У меня кожа сухая. Вот именно этот. Там штук 5 таких разных. Но мне нравится именно вот этот. Второй раз, по-моему, беру уже. Кажется большая. Но мне, ну, может на месяц чуть больше, чем на месяц хватает. Чуть-чуть. Потому что я вот перед новым годом покупала. И уже это. Сколько здесь грамм-то? Взвешивать в граммах. В граммах. 50 миллилитров. ГОСТ написано. В общем. А кто выпускает? Производитель. Россия, Московская область, город видное. РП, Горки, Ленинск. В общем, Москва, что-то такое. Так, печенье обалденное. Когда-то я его вообще выписывала с Валбериса. Там оно дорогое. Или 70, или сколько-то рублей. Ну, в общем, такое стоит. Очень дорого. 33,90, по-моему. Ну, и кто давно меня смотрит, знает, что я помешанная. Вернее, муж мой моется только вот такие мыла. Никакие гель для душа, ничего. Вот. Вот такое мыло и шампунь. Вот, ему нравится. Сегодня новое взяла вот это мыло. Оно, кстати, по 100 с чем-то рублей. Вот это 100 с чем-то, вот это и вот это. А это 56 или 59, что-то такое. Вот. Сейчас я точно скажу цену. Это тоже. У меня же там есть чек пришел в этом. Вот, кстати, бумажные полотенца. 2 на 87. Потом... Емкость для сыпучих. 124. Это за 2. 1,62.20 стоит. Я для чего взяла? Соль пересыплю. Я же покупаю 6 килограмм соли у меня в таблетках. И сколько, наверное, 5 килограмм соли в этих будут храниться. И нормально будет. Это чисто для соли. Для посудомоечной соли. И для стирки соли. Так что, в общем... Так. Дальше, дальше. Здесь что? Емкость. Крем для лица 99 рублей. А я что-то думала, 70. Это раньше, наверное, 70 рублей стоило. Печенье из лакова 4. По 39.50, кстати, а не 90. Так. Туалетное мыло Пальмали в 150 грамм. Две штуки по 124. Это вот это. По 124. Оно. Туалетное мыло Дуру Оливия. Вот это вот. 79. И вот это Дуру. 59 рублей. Вот. Так что... Вот такие были у меня покупочки. Мы с Димой пришли с прогулки. Да, Дим? И что купили? Угу. Опять такой конструктор. Для скольки лет? Для Димы. Для Димы сколько лет? Тебе сколько лет? Для четырех. Это четырех? А тебе сколько? У меня пять. Ты что, не знаешь, сколько у тебя годиков? Сколько у тебя годиков? Скажи, сколько у тебя годиков? Три. Три. Молодец. Ладно. Сейчас вот это покажем. Фу. Конечно, зашли. Когда Дима у нас... Это пошел конструктор разбирать. Все. Иди, иди. А дедушке надо сказать, чтобы он отрезал. Подожди, я тебя отрежу сейчас. Иди. Так, взяли волшебные его макфики. Любимые игрушки. Ну, такие макарончики. Тесто слоями дрожжевое. Сейчас мы сделаем ему с вареньем. Он захотел пирожков вот таких. Он захотел взять, а они там 60-90 рублей. Я говорю, Дима, я тебе сейчас возьму. А оно стоило что-то... Сколько же оно стоило? 60, что ли, само тесто? Сколько там пирожком будет? Сосиски его любимые. Это сосиска... Мы там ходим гулять, когда на горку. Как ее сказать? Сейчас. Вот такая сосиска в тесте. Вот. А это сосиска... Ну, это просто типа вафельное тесто. Внутри там конфетки и сверху шоколадом. В общем, он это любит. Ну, бон пари, конечно. Всегда он покупает своих каких-нибудь червячков. Картофель фри захотел. Молочный коктейль. Он говорит, мама всегда берет два. И вот именно такие. Мне нужен был чеснок. Я взяла чеснок. Сметана в 10% пойдет больше у нас. Поэтому и Данисима ему на полдник, на завтра. Яблочное повидло. С ним буду делать пирожки. Сюда немножко добавлять крахмала, чтобы оно загустело. И будут еще такие покупочки. Это мы так. Зашли просто с Дмитрием Анатольевичем. Да, конечно. Сейчас я на июль, август, сентябрь до конца года, конечно, выпишу психологию. Я не могу я читать. Все-таки я на первое полугодие... Второй раз я уже так делаю, что не выписываю. Думаю, буду в электронке читать. Нет, не могу. Так выходит еще и дороже. 60 рублей покупаю. Но как бы мне надо. Ребенок грызет ногти. Как выжить с токсичными коллегами. Перехитрить зиму. Вот у меня есть токсичные коллеги, кстати. Психология. И что тут? От чего зависит здоровье в феврале? Плохое настроение. Включите лампу. Секреты правильного отдыха. В общем, обожаю я этот журнал. Я без него жить не могу. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте. Смотрите, какая прекрасная орхидейка. Боже, какая красота. Неземная. Ну вот и прошел мой день рождения. 56-й. Ха-ха-ха, по счету. Еще совсем молоденькая девочка я. И сейчас я вам хочу показать мотивацию к порядку. И начнем мы. Смотрите. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Как это было. Дин-дин-дин-дин-дин. 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 А теперь давайте посмотрим, как это стало. Что, мои дорогие, поехали. А, водичка набирается. Набираю, чтобы была. И все. Вот так глазеночки боятся, а ручоночки делают. Какая красота, да? Вау, какая орхидейка. Все, 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 все. Вот так бывает. Ну что, мои дорогие, я думаю, вас смотивировало. Хоть на что-нибудь. Или я очень благодарна своей посудомоечке. Она моет посудку. И все. И будет чистенько. Тряпочкой протерли. И стало чистенько. Ну ладно, мои дорогие. Всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok